Здравствуйте! Продолжаем наш курс русского языка. Сегодняшняя наша тема – сложное предложение. Мы сегодня узнаем, что такое сложное предложение. Вместе сделаем разбор сложного предложения и узнаем, какие типы сложных предложений выделяют. Наши цели – сформулировать, что такое сложное предложение, сделать разбор сложного предложения и распознать типы сложного предложения. Итак, что такое сложное предложение? Сложное предложение – это такая единица языка, в которую входят две или более грамматические основы. Части сложного предложения могут соединяться или только интонацией, или же интонацией и союзом. Итак, рассмотрим примеры. Зима уже подходила к концу, а весна все еще не ощущалась. Здесь мы видим две грамматические основы. Зима подходила к концу и весна не ощущалась. То есть у нас тут сложное предложение. Маша и Петя любили зверей, и мама отвела их в зоопарк. Где тут грамматические основы? Маша и Петя одно подлежащее, и мама второе подлежащее. Любили первое сказуемое и отвела второе сказуемое. Опять-таки у нас две грамматические основы, то есть предложения у нас сложные. Тождь все шел, лужи сияли в свете фонарей. Тождь шел, одна грамматическая основа, лужи сияли, вторая грамматическая основа. Итак, в первом предложении мы видим союз А, то есть части сложного предложения соединены с помощью союза А. Во втором предложении тоже части соединены с помощью союза. А вот в третьем предложении союз отсутствует. Исходя из этого, выделяют следующие типы сложного предложения – союзные и пессоюзные. Союзные предложения – это те предложения, части которых соединены с помощью союзов. Например, мужчину окликнули, и он обернулся. Союз и. Пессоюзное сложное предложение – это такое предложение, части которого соединены только интонацией. Например, к вечеру прояснилось, солнце выглянуло из-за деревьев. В этом предложении союза отсутствует, то есть это предложение бессоюзное. Выделяют следующие типы сложных предложений – союзное и бессоюзное. Союзные, в свою очередь, делятся на сложносочиненные и сложноподчиненные. Сложносочиненным называется то предложение, части которого соединены сочинительными союзами. Отношения между частями сложносочиненного предложения равноправные, то есть между ними стоит знак равенства. Сложноподчиненными называются те предложения, части которых соединены с помощью подчинительных союзов. Они состоят из двух частей, одна из которых главная, а вторая зависимая. То есть одна часть подчиняется другой. Например, как только наступил рассвет, туристы двинулись в путь. Как мы видим, в этом предложении между частями знака равенства мы не можем поставить. Они неравноправные предложения. Итак, мы узнали, что сложным называется то предложение, в состав которого входят две или более грамматические основы. Сложные предложения бывают союзными, бессоюзными. Обратите внимание, не стоит путать простое распространенное предложение с сложным предложением. Рассмотрим пример. Осенью листья шелестят под ногами. Грамматическая основа. Тут у нас листья шелестят. То есть в предложении только одна грамматическая основа. Предложение распространенное, потому что в предложении есть второстепенные члены. Как мы уже знаем, простым распространенным предложением считается то предложение, в котором есть одна грамматическая основа и второстепенные члены. Если в предложении две или более грамматические основы, то предложение уже считается сложным предложением. Как распознать сложное предложение? Первый шаг. Находим в предложении грамматические основы. Второй шаг. Определяем, каким способом связаны части сложного предложения. Пример. Сумерки в лесу наступают неожиданно и наполняют лес таинственностью. Давайте найдем грамматическую основу. Сумерки, подлежащие, наступают первое сказуемое и наполняют второе сказуемое. Здесь в предложении у нас только одна грамматическая основа, то есть мы распознали простое распространенное предложение. Следующий пример. Он был голоден, но этот голод нельзя было утолить. Первая грамматическая основа. Он был голоден. Вторая грамматическая основа. Голод нельзя было утолить. У нас две грамматические основы. Предложения у нас сложные. И второй шаг, который мы должны выполнить, найти союз. Части сложного предложения соединены с помощью сочинительного союза «но». Вывод. У нас союзное, сложно сочиненное предложение. Следующий пример. Сияло солнце с утра, зеленели березы. В лесу свистели птицы. Первый шаг. Находим грамматическую основу. Первая основа. Солнце сияло. Вторая основа. Зеленели березы. И третья основа. Свистели птицы. У нас целых три грамматические основы. Предложение, конечно же, сложное. Второй шаг. Находим союз. А союза-то нет. Значит, предложение у нас бессоюзное. Итак, что мы сегодня узнали? Мы узнали, что такое сложное предложение. Сделали разбор сложного предложения. И узнали, какие типы сложных предложений выделяются. Мы достигли сегодняшних наших целей. Спасибо за внимание. Смотрите наше видео и ловите новые знания. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok